Друзья мои, всем огромный привет! Сегодня я наконец-то записываю вам видео про уход за кожей, расскажу о том, чем я пользовалась последние где-то месяца 2-3, может даже чуть больше. Где-то до Нового года, знаете, я очень плохо, скажем так, относилась к своей коже, то есть у меня, не знаю, как у вас бывает такое или нет, но когда внутреннее состояние отражается на внешнем, когда тебе совсем нехорошо, ты не хочешь о себе заботиться. Я не знаю, как это работает, в общем, не будем это особо углубляться. В общем, такая у меня была тема. И после Нового года я решила, несмотря ни на что, сама себе провести такую терапию и, несмотря ни на что, заботиться о себе, ухаживать за своей кожей, за своим телом, обращать внимание на ее потребности, на то, что ей нужно, то есть моей коже, что нужно моему телу, что я чувствую. И с тех пор, как я стала прислушиваться, действительно прислушиваться к себе, конечно же, после того, как ты начинаешь о себе заботиться, ухаживать, ты гораздо себя лучше ощущаешь, гораздо лучше чувствуешь и хочешь это только приумножать. Это очень благотворно влияет как на ваше моральное состояние, конечно же, на вашу внешность и вообще забота о себе. Это огромный наш вклад и огромные инвестиции в наше будущее и самое главное в здоровье. Давайте сегодняшнее видео, оно будет про уход, про уходовые средства. Мы его разделим на два блока. Я расскажу вам про свой дневной уход и про свой ночной. И покажу несколько средств, которые я, например, использую не так часто или некоторые средства будут повторяться. В общем, сейчас я обо всем вам расскажу. Давайте начнем с умывания. У меня умывание от Биодермы. Я вам показывала его очень-очень много раз. Я его беру постоянно, потому что он подходит для чувствительной кожи. Мне когда-то назначил это средство мой доктор, и поэтому я с тех пор его покупаю. Я использую это средство исключительно утром, потому что оно очень мягкое. Оно едва-едва пенится и, как бы, как сказать, в общем, когда кожа после сна, она не требует каких-то сильных таких воздействий, да, очищающих. Достаточно вот такого мягкого средства. Очень хорошее, подходит чувствительной коже, без отдушек, без всяких там штучек, поэтому я его рекомендую. Пользуюсь им уже несколько лет. Причем, знаете, я помню самый первый раз, когда я пришла к доктору, вот это средство было первое, что мне назначили. И после него я стала замечать, как... Я тогда слезла как раз с жестких умывалок, и я стала замечать, как моя кожа стала меняться. Она мне назначала тогда всего лишь вот это средство и метрогилл. И все. И я, как бы, вот долгое время ничем другим не пользовалась, и моя кожа начинала меняться. Для меня это был взрыв шаблона, потому что, ну, я всегда там наносила по 500 средств всяких разных умывалок, кремов, очищения и так далее. Но на тот момент мне нужно было именно этими средствами лечить кожу. Мне бренд Kiehl's под Новый год присылали. Они мне вот такой вот тоник в наборе. Я вставлю все ссылки на оригинальные, как сказать, на оригинальные баночки, да, на оригинальные продукты. Просто здесь новогодняя упаковочка, не обращайте внимания. Это тонер с календулой. И мне он очень понравился. Кстати говоря, здесь, здесь, наверное, не видно, здесь вот сама календула, цветы календулы прямо в баночке плавают. То есть это отсылает нас к натуральности продукта. Мне действительно понравился этот тоник. Я его использую когда как. Так, бывает, что я не каждое утро его наношу, но, например, наношу вечером. В общем, он у меня вот в процессе. Вот столько я его использовала. Он очень хорошо, кстати, распределяется по коже. Он не спиртовый, поэтому он не улетучивается как бы с кожи. И его нужно совсем немного. Он больше даже как будто чуть-чуть такой маслянистый, если можно так сказать. Но это не масло. Следующее, что я использую, вот такие две мои любимые уже сыворотки от La Roche-Posay. Я их чередую. Чаще всего вот сейчас у меня заканчивается вот такая сыворотка от La Roche-Posay. У меня, кстати, стоит еще одна новая, которую я вот-вот открою на днях. В большом варианте у них вышло. Я раньше такую не видела. Это средство с гиалуроновой кислотой, гиалу-б5. И знаете, я его прям обожаю. Вот когда я, например, дома остаюсь, и мне никуда не надо, я наношу прямо вот, просто лью на себя литры. Хожу весь день, наслаждаюсь уходом. Почему я говорю о том, что остаюсь дома? Потому что она на моей жирной коже немножечко... Потому что она немножечко будто бы блестит, но это на самом деле эффект того увлажнения и той защитной пленочки, незаметной, невидимой вообще вами, которую она создает на коже. Я общалась со своим доктором, и она сказала, так так и надо, Катя, все прекрасно. Наноси, не стесняйся, даже если будешь поблескивать. Это так работают эти сыворотки. То есть это нормально. Это не из-за того, что какие-то проблемы. Это так и нужно. Поэтому если вы будете пользоваться такой, не только такой, любой сывороткой с гиалуроновой кислотой, имейте в виду, что она может как будто бы создавать эффект пленки. Но это не эффект пленки, это вот так работает гиалуроновая кислота. Но я обожаю. Я не знаю, какой у меня это флакон. Это мне присылал пиар-отдел несколько месяцев назад. А я уже покупаю раз в пятый или в шестой вот такую сыворотку. Вторая сыворотка с витамином С. Вот так она выглядит. Ну, у них такие похожие, да, флакончики, только различаются цвета. Витамин С10 здесь написано. И мне безумно нравится эта сыворотка. Вообще, мне раньше не одна сыворотка. Если вы наблюдаете, например, за моим инстаграмом, я вам рассказывала там, что мне ничего с витамином С не подходит. И вот эта сыворотка от Ля Рож мне подходит. Это первый продукт с витамином С, который не вызвал сыпи, который не вызвал аллергии, который прекрасно работает с моей кожей. И она прекрасно на него реагирует. У меня раньше, я как уже упомянула, да, была какая-то мелкая сыпь на такие продукты. Либо покраснение, либо что-то еще. У меня бывает эффект красной кожи, но она быстро проходит. То есть, никакого сжения, ничего. Просто она вообще вот такая достаточно яркая. Она окисляется на воздухе. Это тоже нормальный для нее процесс. То есть, она сама по себе очень яркая. И она, конечно, на коже тоже может давать такой. И она классно выравнивает тон, увлажняет, ухаживает, борется с несовершенствами. Работает как антиоксидант. Я вставлю вот здесь список того, что вот такая сыворотка с витамином С делает с вашей кожей. Вообще, я делала обзор, помню, в инстаграм. И я сама, когда начала тогда узнавать про эти средства, я думаю, как же здорово работает витамин С. И мне косметолог также говорила, что обязательно, Кате, нужно использовать вот такие средства с витамином С. На что я ей как раз тогда сказала, пожаловалась, что у меня все ложится сыпью, ничего на мне не работает. Она говорит, ну тогда поаккуратнее с ними. И вот буквально там через пару недель у меня появляется эта сыворотка, которая прекрасно работает с моей кожей. И после нее кожа такая прям плотненькая, напитанная. Прям вот, ну не знаю, очень-очень нравятся вот эти средства. И рекомендую присмотреться тем, хотя бы ее попробовать, тем, у кого тоже бывали проблемы именно с сыворотками с витамином С. Закрепляю я всю эту красоту, то есть нанесла тоник, нанесла сыворотку, иногда тоник пропускаю, говорю честно, наношу сыворотку и наношу вот такой крем. Этот крем, кстати, вот. Это была одна новогодняя серия от бренда Kiehl's. Это было мое первое знакомство с брендом. У меня уже осталось тут немножко крема, то есть я его почти весь использовала. Я так понимаю, это их классический увлажняющий крем, который все очень советуют, который все очень рекомендовали в свое время. Но у меня до него не доходили руки. И мне нравится, что у него настолько тонкая текстура, вот я не знаю даже ни на что не похожа. Я раньше не пробовала такие кремы. Она хорошо очень распределяется по коже, она не остается, не лежит пленкой, собственно, у вас все впитывается. И советую наносить любые кремы, когда вы нанесли сыворотку, и моментально наносите крем. У вас все это смешивается, все это одновременно впитывается, и у вас отлично будут работать продукты тогда. Этот крем мне действительно понравился, я думаю, что я куплю себе сама такой еще, потому что он очень понравился, как мне для дневного ухода. Также бывало, что я наносила его и вечером, то есть уже как ночной уход. Он очень простой. Он такой, знаете, с едва-едва каким-то уловимым запахом, очень ненавязчивый. И для меня это, честно, было открытие. Вот этот крем очень крутой. И что я еще наношу? У меня есть вот такой бальзам. Один бальзам от La Roche-Posay. Я сейчас вставлю, наверное, здесь кадр. Я его использовала, просто он у меня лежит в ванне. Пустой флакончик. И я купила сейчас вот такой Pure Pau Pau с папайей. Я давно, несколько лет назад его покупала, и потом просто было про них. И постоянно вам говорила, посоветуйте мне блеск, в смысле бальзам для губ. Короче, купила вот такую вот огромную, просто огромную тубу. Его хватит на 300 лет. У него реально огромный объем. Знаете, какой? Сейчас скажу. 25 грамм. Ребят, 25 грамм. Это просто что-то с чем-то. И отлично тонким слоем тоже можно распределять по губам. Просто как масло вот так распределяется легко. Тонким-тонким слоем губы отлично себя чувствуют. Они увлажнены, напитаны, и просто красота. Еще не сказала, у меня есть два массажера. У меня их больше, сразу скажу. Но утром я использую один из них. У меня есть вот такой массажер от Pau y'all. И скребок кожа. Массажер Pau y'all выглядит как какая-то непонятная тема. То есть, когда я первый раз его вообще взяла в руки, когда я первый раз поводила по лицу, я думаю, блин, просто я потратила зря деньги. Но сейчас это один из моих самых любимых массажеров. Я пользуюсь им около месяца. И он просто... Вот вы нанесли весь уход, да, который я вам сказала. Потом вы начинаете все это делать по инструкции. У них есть видеоинструкция даже. Вот в этой зоне, потом вот здесь, потом вот так. И вот здесь вот, да, наш контур лица. И знаете, вот после того, как я все это сделала, все эти манипуляции, у меня тон лица выравнивается на глазах. И действительно уходит отечность. То есть, это нет эффекта, знаете, магии, пластической хирургии, что у вас просто лицо до-после не узнать. Но это тот скребок, скребок, массажер, от которого я действительно хоть какой-то эффект вижу. И самое приятное, что когда я им вожу, особенно надбровные дуги, особенно вот контур, ты как-то ощущаешь его работу. Хотя я говорю, с первого взгляда я его взяла в руки, мне не понравилось, что вот эти штучки, они пластиковые. Я думала, он весь металлический. Но они пластиковые. И я думала, это какая-то просто фигня, меня развели. А когда я начала им пользоваться, я поняла, что он дает чуть ли не самый такой прям видимый эффект из всех массажеров, которые у меня есть. Ну вот из таких, которые не электрические, потому что у меня есть также New Face. Ребят, про New Face ничего однозначно сказать не могу, но на себе я как будто вижу результат, когда я им регулярно пользуюсь. А по поводу вот этой прелести я оставлю ссылочку. Где же я его покупала? В Золотом Яблоке. И вот я прям его очень люблю. И в коробочке, кстати, храню. Потому что мне она очень нравится. Очень красивое здесь сочетание цветов. Ну и просто, чтобы он не пылился. И вот знаете, эти массажеры, они любят куда-нибудь поехать с полки. У меня стеклянные полки в ванной. Вот он любит кататься. Поэтому я пока храню его в коробке, пока она не развалится. По поводу скребка гуаша. Первый слой скребок, который я заказывала на iHerb, который мне так нравился. Он был из нефрита. Он был зеленый. И я его разбила. Это зимой. Я настолько... Я помню, я только, короче, начала опять делать все эти массажи. Вот буквально второй день был. И представляете, просто не заметила. Что-то понесла с кровати в ванную. И он просто улетел у меня и разбился, раскололся. Мне было очень обидно. И, в общем, я решила заказать свой пи... Еще один скребок с Азона. Мне пришел отвратительный скребок со сколами, со всякими трещинами. И потом я уже взяла в золотом яблоке. Поэтому скребочек покупайте хороший. Потому что это то, что касается нашей кожи, нашего лица. И ни в коем случае не нужно наносить дополнительные травмы. Мы так с вами любим, знаете, как-то кожу нашу травмировать. И не нужно дополнительный урон ей наносить. Поэтому я советую. Я тоже оставлю вам ссылку на тот, который я брала. Да, каждый день, либо утром, либо вечером, я сейчас делаю вот эти вот все массажи для оттока лимфы. У меня лицо склонное к отекам. Мне не нравится. Вот здесь у меня обвисание идет лица. И вот здесь вот эти места просто меня раздражают. На камере, может, это не так видно. Но, в общем, вот здесь вот начинается какая-то история. Я, честно скажу, я не хочу до последнего никаких уколов. Во-первых, я жутко боюсь этого всего. Я верю в косметологию. Я верю во все эти процедуры. Я верю, что грамотный доктор, он сделает вам только лучше. Но я вот как-то у меня включается, знаете, сразу, что нужно хорошо питаться. Нужно заниматься спортом. Нужно скинуть лишний вес. Нужно делать регулярные массажи. Нужно расслаблять мышцы. И попытаться все-таки пока что этот момент отложить на, ну, в общем, на как можно дольше. Потому что я вижу красивых женщин, которые заботятся о себе, у которых потрясающие эффекты от массажей, от всяких процедур. Вот таких вот не инъекций, а аппаратные, например, подтяжки. По-моему, это так называется. И еще что-то такое. В общем, без уколов и без ввода всяких препаратов. Я очень этого боюсь. Я не знаю, почему. Может быть, у меня организм чувствует, например, что будет какая-то аллергия или реакция. Потому что я аллергик. И вот этого всего я очень боюсь. Да, регулярно я сейчас делаю массаж. И если вы делаете, напишите, пожалуйста, тоже. Или если у вас были крутые результаты. И стоит ли вообще этим результатам верить. И так ли это работает. Ну, по крайней мере, ребят, я верю в то, что это физически действительно воздействие на мышцы какие-то идет. На прогон вот этой лимфы. И все-таки, ну, какой-то эффект он должен быть. Это как тренироваться каждый день. Так же мы как бы мышцы наши напрягаем, расслабляем. Не знаю. Я хочу в это верить, по крайней мере. Давайте перейдем к ночному уходу. Здесь у меня очень много интересного. И на самом деле средств у меня гораздо больше. Потому что мне многое присылали. И у меня в ванне еще часть стоит средств, которые я чередую, которые я пробую. Но вот сейчас показываю вам основной свой ассортимент. Так, первое, с чего я начинаю, вот с такой... Ой. С такой вот мицеллярной воды от Saint Laurent. Скажу сразу, не покупайте эту воду, потому что это очень дорого. И это неоправданно дорого. Я тогда то ли в какой-то подарочный сертификат умудрилась залезть, то ли еще куда-то. В общем, она мне как-то очень бюджетно и удачно досталась. Но ничего особенного. Обычная смывалка. То есть, да, как бы никаких... Ну, может, я еще и мало пользуюсь. Я пользуюсь всего несколько дней и не поняла ее фишки. Но, в общем, просто мицеллярная вода. В общем-то, неважно, какая она у вас будет. Я всегда советую и сама очень люблю от Биодермы мицеллярную воду. Дальше мы с вами умываемся. И, например, если у меня был съемочный день, если у меня был макияж, я использую, да, мицеллярную воду, как я сказала. И вот такое средство. Ребята, я вообще планировала отдельное видео по вот этим средствам от Shiseido. Я еще кое-что купила, что отдельно буду вам показывать, потому что там особая тематика ролика. Это очищающая пена. Она прямо, вот знаете, из серии очищения до скрипа. Но ваша кожа не скрипит. Ей очень комфортно. Она выходит вот в форме такого, как будто бы крема с маленькими частичками. Я даже не знаю, ребят. Я помню, что я после Нового года зашла в Литуаль и просто думаю, мне нужна хорошая умывалка. Я почитала отзывы в интернете, наткнулась на вот такую вот умывалку от Shiseido. И я была в шоке. Вот особенно после моих мягких умывалок, вот эта умывалка была для меня мега открытием. Кстати, да, если у меня не было макияжа в течение дня, я наношу мягкую вот такую водичку. Водичку. Мягкое средство очищающее. А если был макияж, я вот таким вот более жестким умываюсь. Я советую его всем, у кого как минимум жирная кожа, либо комбинированная. В принципе, я думаю, что оно подойдет даже тем, у кого сухая кожа, потому что оно как будто бы и увлажняет, потому что оно в креме. И частички скрабируют очень-очень мягко. И в то же время оно такую пену дает на лице, вот просто вот такой слой. А вы выдавливаете меньше горошины. То есть вы выдавили, помассировали и начали по лицу. И вот она такая плотная, хорошая пена. И у вас потом лицо просто... У меня был шок. Я давно таких хороших умывалок не пробовала. Поэтому я вот... Это мой мастхэк, по крайней мере. Я не знаю, любите вы такие или нет, пробовали ли вы такое или нет. Но это оказалось стопроцентное попадание. Просто вообще любовь. Дальше. Вечером я наношу... Вот у меня сейчас открыто три тоника. Вот эти три тоника. И честно скажу, я использую либо по очереди, либо по состоянию кожи. То есть если кожа в нормальном состоянии, я вот такой вот мягкий тонер с календулой использую. Если я хочу эффект пожестче, либо у меня высыпание, я вот такие вот средства чередую. Первое у меня от Caudalie. Это их новая формула, Vina Pure. Я помню, я вам показывала его несколько лет назад. Но у меня с ним всегда были сложные отношения. Либо у меня были жуткие раздражения на коже, краснота. Либо оно шикарно просто помогало мне спасти мою кожу. И вот в зависимости от состояния я пытаюсь танцевать с бубном иногда. Но вот эта коллекция, не коллекция, в смысле серия обновленная, с ней пока что, слава богу, у меня не было ни единой проблемы. То есть может действительно они убрали какие-то жесткие компоненты, которые так заставляли кожу себя чувствовать. Я не знаю что, но вот эта вода, ну вот у меня пока не очень много использовано, но слушайте, все равно. Она по крайней мере не вызвала никаких неприятных ощущений. После нее невероятная свежесть, точнее после него, после тоника, лосьона, написано, что это лосьон, после него очень такое прям, вот чувство даже такого холодка, знаете, приятное. Я его любила раньше использовать как раз в период весна-лето, потому что вот он дает охлаждающий эффект, убирает всю жирность кожи, немножечко сужает поры. И вообще, ну не знаю, вот знаете, люблю-ненавижу, есть такое понятие, люблю-ненавижу, но вот эта обновленная версия мне очень нравится. То есть с ней пока что у меня любовь, и я надеюсь, что ничего не изменится. Но вот сейчас будет активное солнце, нужно будет внимательно смотреть за своей кожей. И нужно использовать еще SPF, но он мне пока не пришел. Следующее, что я вам покажу, это лосьон от Pixi, который я раньше не понимала. Я помню даже один раз, я психанула, у меня был вот такой огромный, огромный флакон куплен. Это было в период, когда у меня были волдыри буквально по 2 сантиметра, по сантиметру на коже огромные. И я тогда только начала снимать видео, и на нервной почве у меня еще сильнее все это разыгралось. Это была жесть, ребята. Я столько слез пролила тогда из-за кожи, из-за состояния кожи, из-за себя, что я такая уродка. Вы не представляете, ну, господи, почему я говорю, что вы не представляете? Мне смотрят девочки абсолютно разные. И все вы представляете прекрасно, что значит чувствовать себя, когда у тебя есть какие-то несовершенства. И знаете, не так, как вот показывают в рекламе. Девочка сидит, у нее маленькая точечка, маленький прыщик, и ей вот так вот что-нибудь наносится, и все у нее проходит. А у меня откровенные волдыри. И сейчас вот, к сожалению, у меня остались, ну, во-первых, у меня очень вот такие вот огромные расширенные поры, просто как кратеры. И вот это моя тоже проблема. Я не знаю, что с ними делать в этой области. Из-за этого видно очень складки, и все выделяется. В жизни это трэш. Не знаю вообще, что с этим делать. Надо, наверное, опять пройти какую-нибудь серию пилингов серьезных или что-нибудь такое. Потому что, когда я проходила их, кожа гораздо лучше выглядела. А вот сейчас я перестала ходить ко врачу, и опять кожа себя чувствует плохо. Ну, так вот. Я купила, помню, с Ахиорба вот такую тубу огромную. Телосьоны от Pixi, они действительно не дешевые. То есть, я помню, что цена могла доходить от 3 до 4 тысяч за тоник. То есть, это большие деньги за тоник. Тем более, когда ты такой весь страдалец, и не знаешь, что тебе подойдет, а что нет. Короче, скажу сразу. Тогда я его вообще не распробовала. Он мне тогда не понравился. Я не понимала, за что я отдала деньги. Он у меня простоял пару лет, и мне пришлось его выбросить. Ну, я немножко им пользовалась, от случая к случаю остатки уже какие-то пришлось выбросить. Сейчас у меня совершенно другие впечатления об этом тонике. Но, видите, да, я попаялась и взяла маленькую упаковку. Хотя сейчас понимаю, но уже можно было брать большую. Но, в общем, девочки, как всегда. Я его использовала вот столько примерно. Так как он с гликолевой кислотой, его нужно очень аккуратно использовать в летнее, весеннее, весеннее-летнее время. И я его использовала как раз вот в последние месяцы, когда еще была такая прохлада, были такие холодные дни. И мне безумно нравился эффект. Следующее, что я использую. Во-первых, это сыворотка. Сыворотку я использовала с ретинолом. Это зимой я пользовалась. Вот мне ее прислали. И я почти ее использовала до конца. Мне безумно понравился эффект. То есть, действительно, для первых возрастных изменений, для маленьких морщинок, для неровности кожи, для пост-акне, для каких-то... Ну вот, знаете, для любых несовершенств это действительно гениальное средство. Это La Roche-Posay опять. Вот у меня, видите, какая коллекция собралась? И это вот спасибо огромное таким брендам. Потому что, я говорю, раньше это была огромная проблема найти хоть что-то работающее для себя. Сейчас же я к аптечным особенно средствам отношусь очень хорошо. То есть, не то, что очень хорошо. Я доверяю им в первую очередь. А уже потом, например, я иду в какие-нибудь именно декоративные бренды, которые больше по декоративной косметике. Но вот для Roche-Posay я очень люблю за то, что это именно аптечный бренд. И я как-то у меня нет какого-то не такого чувства, что это маркетинг или что это еще что-то. Я, в общем, доверяю им очень. Вот за это им, конечно, большое спасибо. И за работающие сыворотки. Вот эту вещь я вам рекомендую. Не знаю, можно ли использовать ретинол во время уже активного солнца. Скорее всего, нет. Потому что это такое из более жестких средств. И его лучше использовать в осенний-зимний период. Я так думаю, как и средств с гликолевой кислотой. Потому что это уже такие посерьезнее воздействия на вашу кожу. Следующая сыворотка, которая у меня стояла 2 года. 2 года? Нет, наверное, год. Она у меня стояла в ванной. И она у меня была придвинута так, что я ее не видела. И вот такая особенность человеческая, что то, что не попадается на глаза, ты про это забываешь со временем. Короче говоря, сейчас использую вот эту сыворотку от Clorans. Я не знаю, сколько она сейчас стоит. Наверное, невероятно каких-то денег. Я ее брала тогда, давно это было. И она стоила не так дорого, как стоит сейчас. И, в общем-то, она мне очень нравится. Раньше... Так, у меня... Запись. Раньше она у меня вызывала какие-то маленькие высыпания, такие подкожные. Я не сильно обращаю в начале вот использования любого средства на вот такие вещи. Почему? Я не очень обращаю внимание, я сказала. Я уже заговариваюсь. Короче говоря, когда кожа привыкает к какому-то средству, бывает, что она очищается. Как, например, если вы используете масло. Вот у меня такое было масло от Clorans. Любимейшее масло. Я на днях опять пересмотрела старые ролики, посмотрела свои старые средства и думаю, боже, вот, мне нужно масло с лотосом от Clorans. Тогда оно стоило, я помню, около 1200 рублей. И я просто им поливалась. То есть, вначале у меня были высыпания, недели-полторы прыщи прямо шли откровенно. И мне все сказали, Катя, это нормально, пережди этот момент. Я переждала. И потом просто идеальная кожа. Сейчас я очень по нему скучаю, но я, если честно, себя сдерживаю. Я все же хочу использовать до конца те средства, которые у меня открыты. Потому что это все, ну, не бюджетные, скажем, средства. И я хочу использовать их, во-первых, из чисто экономических соображений. Во-вторых, из-за того, что нужно использовать средства до конца, чтобы понять, как я всегда считаю, понравилось оно тебе или нет. И что ты можешь, какие выводы о нем сделать. И когда его лучше применять. Ну, в общем, ты его лучше понимаешь. Поэтому вот такая сыворотка, но она больше для возрастной уже кожи, для возрастных изменений. И она прям, знаете, с очень богатым уходом. То есть, это прям вот уходовое средство. И на коже, как у меня, может быть, она мне даже не нужна, да такая сильная. Но я его использую, я ее использую даже иногда без увлажняющего крема. То есть, я наношу эту сыворотку. И так как здесь очень много ухода, я не закрываю ее ничем. То есть, оставляю вот так вот на коже до утра. Следующее, что я просто полюбила. Посмотрите, у меня он уже заканчивается. Я обожаю этот крем. Этот крем, про который я нигде не слышала. Про который я нигде не видела. Мне понравилось описание. И я решила его выбрать и протестировать. Там было написано что-то вроде улучшающий контур лица. Какой-то мега насыщенный питательный крем. Я подумала, мне это надо. Потому что я очень переживаю. Я говорю из-за контура, из-за вот этих вот всех штучек. И короче говоря, когда я стала делать массажи регулярные. Я напомню, что это скребок гуаша, что это всякие массажные ролики. Боже мой, на что мы, девочки, только с вами не идем. Причем я не очень переживаю за возраст. Но вот в последнее время мне прям удовольствие стало за собой, повторюсь, ухаживать. Какие-то такие манипуляции проводить. И надеюсь, что это видео хотя бы вас тоже может вдохновить. Потому что, я говорю, у меня где-то год было так, что я практически ничем не мазалась. То есть я настолько, помню, разленилась. Ну не разленилась, это моральные все проблемы. Ну в общем, я только умывалкой пользовалась и метрогилом. Ну вот типа того. Это, конечно, то еще. Ну короче говоря, вот это средство, это тоже для возрастной кожи. Потому что все средства, которые работают с контуром лица, которые как бы подтягивают кожу, это все уже первые возрастные или не первые возрастные изменения. Мне показалось, что я гораздо стала лучше выглядеть. И у меня гораздо... Ну на камере все засвечено. Косметики, слой, ничего не понятно. Но вот если я стою сама с собой перед зеркалом, мне кажется объективно, что через месяц использования моей кожи стала выглядеть гораздо лучше. Именно с этим средством. Я его стала использовать как раз тогда, когда вот только опять активно ввела уход. И он прям такой вот очень богатый крем. Я даже не знаю, вот такие средства можно все... Ну я называю их с таким богатым уходом, потому что там идут дорогие компоненты, дорогие масла. То есть очень насыщенные крема. И скажу сразу, у меня он немножечко... То есть после него чуть-чуть меня подсыпало. Опять же, это потому что огромное количество ухаживающих компонентов. Но потом это быстро прекратилось. У меня уже ничего не сыпало. Кожа привыкла и адаптировалась к этому крему. То есть вот, я не знаю, мне нужно его купить еще. Потому что он у меня уже вот все, вот буквально здесь на несколько раз. Я обожаю этот крем. Еще один крем, который у меня тоже из супер дорогой категории. Но вот это мне присылал и в Сен-Лоранс, наше сотрудничество с ними. Этот крем я использую где-то через день. Может быть, даже несколько раз в неделю. Потому что он очень дорогой. Я его очень берегу. И он мне безумно нравится. В общем-то, у Ив Сен-Лоран вышла какое-то время назад уходовая линейка. О ней никто тогда не знал. И вот они только начали это все тестировать. И мне безумно хотелось этот крем. Потому что я помню, что я разговаривала с ведущим визажистом, с нашим Кириллом Шабалиным по Ив Сен-Лоран. И он мне очень рекомендовал, он мне очень просто рекламировал этот крем. И у меня вообще была огромная страсть его попробовать. Он действительно обалденный. То есть, во-первых, это эстетика, да? Ну, понятно, ладно, давайте не про красоту. Давайте просто про то, что он хорошо работает. Он напитывает, увлажняет. Кожа просто сияет. И у меня был пробник еще сыворотки Pure Shots. И эту сыворотку я нанесла как раз с кремом в один из дней, в один из вечеров. И наутро я проснулась просто с бархатной, отдохнувшей, ровной кожей. Это просто великолепное чувство. И надеюсь, что у меня будет возможность, что я возьму себе сыворотку попозже. Но я говорю, у меня здесь столько средств, которые надо использовать. Поэтому я пока ротик на замок и использую то, что есть. Но вот этот крем, он очень крутой. Я не знаю, сколько он сейчас по нынешнему курсу стоит. Но мне очень нравится, как они сделали. Вы можете, если у вас закончился крем, просто докупать рефилы. Вот. Он вынимается. То есть, вот эта вот вещь стоит процентов на 30-40 дешевле, чем если бы вы покупали с вот этой вот баночкой. Последнее, что я покажу, и что у меня тоже заканчивается, и что мне безумно понравилось, это маска для Roche-Posay. Вот такая чудесная очищающая маска. Это просто мой теперь фаворит. Я побегу скоро в магазин за новый, потому что она у меня заканчивается. Это мне прислал пиар-отдел на обзор. Ребят, честно, для, опять же, кожи, как у меня, тонной к жирности с расширенными порами. Да и в принципе, наверное, любая кожа, ну не наверное, а любая кожа нуждается в очищении. И вот такие средства, такие маски я советую все-таки иметь, наверное, в каждой косметичке, как это, в каждом уходе. Потому что очищение наша кожа требует хотя бы раз в недельку, если у вас нормальная кожа, два раза в неделю, если у вас проблемная кожа. Я, например, использую эти маски после ванны или после душа, то есть 3-4 раза в неделю, потому что кожа как раз распаривается, поры открыты. Вы эту масочку туда загружаете, у вас все очищается, и вы очень вообще свеженькая и красивая. Я вот после этой маски действительно ощущаю эффект подтянутости, эффект очищения, и она не пересушивает кожу. Для глиняной маски это очень важно, поэтому вот эту маску я тоже могу вам рекомендовать, она очень классная. Ребят, я пока тут с вами говорю, у нас уже стемнело, знаете, сколько времени на часах? Уже 9 час вечера. Я так поздно, не помню, когда я снимала видео. Продолжение следует...